Всем привет, меня зовут Ирина Басюк, я официально обозреватель Арифлэм и просто бьюти-маньяк, который обожает все косметические средства, пробует все новинки, тестирует. И я даю честный обзор на мои косметические средства, которые я люблю, которые я распробовала, которые становятся моими мастхавами или просто валяются на полке. Это средство, фиксирующий спрей для макияжа, стало моей находкой, сейчас я его беру везде, очень крутая штука, и сегодня я вам расскажу о 7 способах его применения. Первый способ применения закрепляющего спрея, это как база под любое тональное средство, когда у вас еще нет макияжа. Как мы делаем? На расстоянии где-то 20 см мы начинаем делать кристаллобразное распыление. Что приятно, нету никаких потеков, никакой водички, насколько тончайше идет работа павлизатора. И третий, если у вас жирно комбинированная кожа, все-таки нужно еще раз пройтись по зоне лба. Таким способом мы закрепили макияж. Второй способ, это когда у вас нет времени смочить спонжик, потому что спонжиком для макияжа нужно пользоваться в увлажненном состоянии. Вот, например, вчера вы сделали макияж, у вас нет времени мыть спонж, вы просто переворачиваете, используете чистый спонж, вы наносите этот спрей и потом уже наносите ваш тональный крем, потому что спонж лучше распределить тональное средство, кроме того, он делает любое тональное средство более устойчивым. Третий способ, это постепенное наслаивание, то есть после тонального средства вы еще раз проходитесь спреем. Это если у вас комбинированная жирная кожа и вы хотите делать супер устойчивый макияж, то есть слой для слоем, слой за слоем. То есть когда вы выслухали, нанесли румяшки, то вы еще раз проходитесь. Если вы наносите пудру, то еще раз закрепляйте макияж, таким образом вы припечатываете продукт к продукту. Четвертый вариант, это как сухое и влажное нанесение теней. Когда вы не просто слюнями или чем-то мочите, а уже непосредственно наносите спрей. Вот давайте я вам покажу, что я наношу сухой способ. Посмотрите, как отличается сухое и влажное нанесение. Поэтому если вы хотите, чтобы у вас был классный эффект, то всегда перед тем, как наносить тени, вы используете влажное нанесение. Также вместо влажного нанесения вы можете использовать, вот как, например, сейчас у меня кремовый хайлайтер. И тогда это идет также эффект влажного нанесения, я просто наношу тень. Можете попробовать, например, кремовый хайлайтер нанести как базу под тени, да, нанесем. Тоже это придаст дополнительное сияние. И наношу на кремовый хайлайтер. На вторую сторону я еще раз максимально увлажню мою кисточку, делаю влажное нанесение. Блеск и сияние, конечно, больше. Хотя если мы сравним два варианта с сухое и влажное сенье, то здесь вы видите однозначно, насколько проявляется оттенок теней. Вы хотите сделать стрелочки. Вы берете любимые тени, нелюбимого вашего оттенка и наносите, увлажняете. Набираете их. Знаете, какая получается подводочка? Так, вместо карандаша. Видите, я нанесла полностью макияж. И шестой способ, когда вы используете вместе с пудрой. Да, 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 вместе с пудрой. Как вы используете это средство? Тот же самый спонж. Смачиваете его. Легко, вот у меня в крышечке пудра, набираете. Таким образом вы делаете тональное средство. Такой более повышенной стойкости. И потихонечку вот так вот наносите на зону, где вам нужно особое припудривание. То есть вот так вот пробиваете. Как только у вас макияж, то есть пудра зафиксируется, вы берете любую кисточку и потом смахиваете. Таким образом вы делаете очень крутой макияж с максимальной фиксацией. Ну вот я нанесла, честно говоря, спонжем. И мне даже не надо ждать времени, чтобы смахивать какой-то кисточкой. Пудра легла ровно. Честно говоря, я только открыла этот способ нанесения пудры и была просто шокирована. И сейчас буду всегда, наверное, его использовать, потому что именно такое нанесение пудры мне нравится больше всего. Ну и последний, седьмой способ. Это самый распространенный, когда вы быстро сделали какой-то макияж и зафиксировали его. Не так, как я слой за слоем это все использовала. Еще раз, как это делать? Крестообразное нанесение, если у вас нормальная кожа. И если комбинированная жирная, вы дополнительно проводите вот эту вот полосочку. Мне нравится это очень средство. Использую его три недели. И специально открыла посмотреть. Я его использовала вот столько. Многие бренды сейчас стали выпускать спреи, потому что поняли, насколько это крутая штука. Если вы берете мак, то он стоит порядка полутора тысяч рублей. Этот же спрей обойдется вам всего 349 рублей. Я себе заказала еще второй спрей про запас, потому что мне этот продукт очень понравился. Смотрите хэштег «Босек рекомендует» в инстаграме о моих других любимых продуктах, моих мастхэвах. Что хочу сказать, что вот прям как написано в каталоге 8 часов стойкости нет. Но что я заметила, когда я беру салфеточку и прикладываю к моему лицу, то вау, это минимум жира. Для меня это шок. В первый день я его тестировала. Каждые два часа я делала, надо было сохранить эти салфеточки, потому что для меня это было показательно. Хочу сказать, да, все равно у меня жирный блеск проявляется, потому что у меня даже через 20 минут, через 10 минут нанесения любой косметики я снимаю жир. И даже если просто ношу макияж, то любой тональный средств, любой крем я промакиваю, упираю, потому что вот этот вот жирный сальный блеск, он у меня остается. Это моя кожа. И для меня этот спрей был действительно фиксатором, спасением, потому что он регулирует. И я чувствую, как это не просто какая-то водичка, а он реально закрепляет мой макияж. Также, какие способы вам понравились, были новыми и какие вы еще не использовали, пожалуйста, напишите в комментариях. Всем желаю успехов. Пока-пока.